Что у нас не получилось? Не получилось забить у нас. Так, в принципе, конечно, не умоляю достоинства соперника. Конечно, хорошая команда. Но, как вы видели, сегодня с игры практически мы им ничего не дали сделать. Совершенно ничего. К сожалению, те стандарты, которые они провели, они использовали их лучше, чем мы. Над этим, наверное, и будем работать в дальнейшем. Я уже сказал своим игрокам, что я их все-таки добью с этими стандартами. Поэтому, к сожалению, есть такие игры. К сожалению, для нас, да? К счастью, вообще для всего футбола и для болельщиков, когда футбол тема интересен, что он непредсказуем. Достаточно одного-двух стандартов, которые решают практически всю игру и результат. Насколько тяжело настраивать команду после матча 1-4 Кубка России с Зенитом на 2-й дивизион? Ну, знаете, настраивать, да, в принципе, что там настраивать-то, там, по большому счету, разговор был один и тот же, что нужно просто-напросто забыть, забыть прошлый год, забыть те, значит, моменты приятные, которые они дарили болельщикам в прошлом году. Сейчас опять нужно доказывать каждому, каждому игроку нужно доказывать, прежде всего, самому себе. Потому что новый сезон, новые игроки, новая команда, новый тренер. И, по большому счету, нужно играть, нужно играть не хуже, не хуже вчерашнего дня, скажем так. Каждый день нужно в себе открывать что-то новое, тогда будет какой-то прогресс. А если играть на одном и том же уровне, это ничему не приведет. Уважаемые коллеги, ваши вопросы? Хотел бы спросить по полю, какое качество вас устраивает поле? Вот, во Владимире, какого оно качества? До этого обсуждали этот вопрос. Да, нормальное. Да, нормальное поле, вы успеете. У вас лучше поле. Да, примерно такого же качества. Примерно такого же качества. А где какие-то недостатки? Вы знаете, недостатки. Не забиваем. Вот недостаток. Не забиваем. А поле тут ни при чем. Поле хоть на асфальте выходить, нужно реализовать моменты, которые создаем. Поэтому здесь грешить на качество поля, я считаю, что это нецелесообразно просто-напросто. И неэтично. Павел, недовольное судейством сегодня. Как оцените судейство? Я судейство никогда не оцениваю. Тоже, опять же, по этическим соображениям. Поэтому я всегда с уважением отношусь к судьям. Да, это какие-то эмоции были, опять же таки. Вот. Ну, я, честно говоря, умею совладать своими эмоциями. Поэтому это просто вспышки. Эмоциональные вспышки. Поэтому, я думаю, здесь никаких вопросов не должно быть с их стороны. Да, поэтому отсудили, ну что, отсудили нормально. Отсудили нормально. Вот. Поэтому я никогда не жалуюсь на судейство, поверьте. И в дальнейшем не буду жаловаться. Потому что какое бы ни было судейство, у нас каждую игру, у нас достаточно моментов для реализации. Но, вы сами понимаете, судья не занесет мяч в ворота. И не поставит просто так на центр. Поэтому здесь уже. Максим Дуарович, а при исполнении угловых стандартов Куча Малава вратарской из игроков Волги, это ваше такое тренерское ноу-хау? Это один из вариантов. Очень часто просто спросил. Один из вариантов, который мы, к сожалению, не использовали. А назовите, пожалуйста, фавориты зоны Запада, по вашему мнению, на этот сезон. Фавориты? Я не люблю говорить, кто, что. Сейчас примерно команды, все, примерно одинаковый уровень. Примерно одинаковый уровень. Поэтому и здесь тоже сегодняшний футбол показал, что и, скажем так, и мы-то недостойны были проигрыша. По большому счету. Но футбол распорядился так. Поэтому и на каждую следующую игру нужно выходить только с настроением победы. Только победы и все. Больше я, честно говоря, ничего не вижу. Я реально оцениваю силы своей команды, поэтому, и в частности, каждого игрока. Поэтому могу твердо, уверенно вам сказать, что мы готовы решать определенные задачи. Готовы. Но, скажем так, в каждом моменте есть свое «но». Это, прежде всего, каждый игрок должен разобраться в себе сам. Поковыряться в себе, что он сделал, что он не сделал для победы, прежде всего. Ну, а мы, в свою очередь, будем копаться в себе. То есть здесь, по большому счету, крайних искать просто-напросто нерезонно. Поковыряться в себе.